Принцип относительности Галилея 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 Из принципа относительности Галилея следуют известные вам законы сложения перемещений и скоростей. Рассмотрим анимацию. Из анимации мы видим, что человек переместился относительно вагона поезда и вместе с поездом переместился относительно земли. Переносное перемещение, относительное перемещение, абсолютное перемещение тела. Абсолютное перемещение равно сумме относительного и переносного перемещения тела. Где относительное перемещение, это перемещение тела относительно подвижной системы отсчета. Переносное перемещение тела, это перемещение подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы отсчета. И абсолютное перемещение, это перемещение тела относительно неподвижной системы отсчета. Теперь перейдем к сложению скоростей. Закон сложения скоростей – переносная скорость, относительная скорость, абсолютная скорость. Скорость тела относительно неподвижной системы отчета равна векторной сумме скорости тела относительно подвижной системы отчета и скорости подвижной системы отчета относительно неподвижной. Скорость тела относительно неподвижной системы отчета называется абсолютной скоростью. Скорость тела относительно подвижной системы отчета называется относительной скоростью. Скорость подвижной системы отчета относительно неподвижной системы отчета называется переносной скоростью. Если тело и подвижная система отчета движутся в одном направлении, то модуль абсолютной скорости равен сумме модулей переносной и относительной скоростей. Если тело и подвижная система отчета движутся в противоположных направлениях, то модуль абсолютной скорости будет равен разности относительной и переносной скоростей. Теперь переходим к практической части нашего урока и выполним ряд упражнений для проверки понимания и дальнейшего закрепления пройденной темы. Перейдем к заданию 1. На катере необходимо переплыть реку перпендикулярно берегу. Какую скорость должен иметь катер относительно воды, чтобы при скорости течения реки 1,2 метра в секунду скорость катера относительно берега была 3,5 метра в секунду? Запишем условия задачи. Скорость катера относительно берега, абсолютная скорость 3,5 метра в секунду. Скорость течения реки, переносная скорость 1,2 метра в секунду. Необходимо определить относительную скорость движения. Решение. Для решения данной задачи применим закон сложения скоростей. Абсолютная скорость равна относительная скорость плюс переносная скорость. Из данного уравнения имеем относительная скорость равна абсолютная скорость минус переносная скорость. Сделаем рисунок. Берега, течение, скорость катера относительно берега перпендикулярно берегу. Переносная скорость. Относительная скорость. Как видим из рисунка, относительная скорость равна разности абсолютной скорости и переносной. Из треугольника видно, по теореме Пифагора относительная скорость равна квадратный корень из квадрат абсолютной скорости плюс квадрат переносной скорости. Подставив значение, получим относительная скорость 3,7 метра в секунду. Задание 2. Пловец, двигаясь со скоростью 1,2 метра в секунду, относительно воды, переплывает реку шириной 120 метров перпендикулярно течению реки. Скорость течения 0,9 метра в секунду. Определите перемещение пловца относительно берега. Запишем условия задачи. Относительная скорость 1,2 метра в секунду. Относительное перемещение 120 метров. Переносная скорость 0,9 метра в секунду. Необходимо определить абсолютное перемещение. Решение. Применим закон сложения перемещений. Абсолютное перемещение равно сумме относительного перемещения и переносного перемещения. Построим рисунок. Берег, течение, относительная скорость, скорость течения реки, переносная скорость, абсолютная скорость. Относительное перемещение, переносное перемещение, абсолютное перемещение. Из треугольника мы видим, абсолютное перемещение будет относительное перемещение в квадрате плюс переносное перемещение в квадрате под знаком корня. Определим время относительного движения. Оно будет отношение относительного перемещения к относительной скорости. Так как время величина инвариантная, переносное перемещение будет переносная скорость, умноженная на время. Подставив формулу 2 и формулу 3 в формулу 1, получим следующее выражение. Подставив значение, получим абсолютное перемещение будет равно 150 метрам. Перейдем к третьему заданию. Задание 3. Сколько времени потребуется, чтобы на катере пройти расстояние 1,5 км туда и обратно, по реке, скорость течения которой 2 км в час, если скорость катера относительно воды 8 км в час. Запишем условия задачи. По условию задачи перемещение 1,5 км, относительная скорость 8 км в час, переносная скорость 2 км в час. Необходимо определить полное время движения. Полное время движения есть сумма времени движения по течению и против течения. Рассмотрим случай движения катера по течению. Переносная скорость, скорость течения реки. Относительная скорость, скорость движения катера относительно подвижной системы отчета. Абсолютное значение скорости Из закона сложения скоростей получим Абсолютная скорость Есть относительная скорость Плюс переносная скорость В проекции на ось Х Получим Абсолютная скорость Равна сумме Относительной скорости И переносной скорости Получим Время движения катера По течению реки равно отношению перемещения на абсолютную скорость. Перемещение, деленное относительной скорость плюс переносная скорость. Подставив значение, получим 1,5 км, деленное на 8 км в час плюс 2 км в час. Получим 0,15 часа. Рассмотрим движение тела против течения. Переносная скорость, относительная скорость, абсолютное значение скорости. Из закона сложения скоростей получим абсолютная скорость равна относительная скорость плюс переносная скорость. В проекции на ось х получим минус v абсолютное равно минус v относительное плюс v переносная. Из данного выражения получим абсолютная скорость равна v-относительная минус v-переносная. Время против течения равно s деленное на v-относительная минус v-переносная. Подставив значение получим 1,5 км разделить на 8 км в час минус 2 км в час. Получим 0,25 часа. Тогда полное время движения t равно 0,15 часа плюс 0,25 часа равно 0,4 часа. Общее время движения 0,4 часа. Подведем итоги. Сегодня на уроке мы выяснили, что физические величины, которые изменяются при переходе из одной инерциальной системы отчета в другую, называются относительными, а которые не изменяются инвариантными. Также познакомились с принципом относительности Галилея. Физические процессы в инерциальных системах отчета протекают одинаково, независимо от того, неподвижна ли система или она находится в состоянии равномерного и прямолинейного движения. Убедились, что применение законов сложения скоростей и перемещений упрощает решение задач на относительность движения. Урок окончен. До свидания.